И всем привет, ребят! С вами Старбайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний ведерок посвящен игровой тематике. Сегодня вместе с вами мы протестируем новое обновленное устройство на пушку грома, именно на гром с наковальни. Именно это устройство можно было получить с ивента Сакур и оно по своим характеристикам и по своей мете выглядело очень и очень плохо. Но, 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 но его обновили и якобы после этих всех изменений, всех обновлений это устройство стало работать очень и очень хорошо. По крайней мере на бумаге так написано, посмотрим как ли, так ли это все дело будет работать на самом деле. Берем викинга грома с снарядами наковальни, ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, нравятся видеоролики с обзором вооружений, обновленных вооружений, то обязательно забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкотов. Для этого на 40 игр в аккаунте куществуете мой личный такт, тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Ну а мы вместе с вами пикаем в быстрый бой, не будем ничего здесь выдумывать, не будем ничего придумывать, просто запикаемся в быстрый боечек и посмотрим, что же нам предложат здесь интересного матчмейкинг. Сумеет ли данный гром показать какую-то прибыль, какой-то хороший результат после своего обновления, сейчас мы это все делаем вместе с вами и узнаем. Может быть это какая-то новая лютая имба запикивает меня на бойню, не на самую, наверное, лучшую карту для наковальни, так, но выстрел грома дефолтный, выстрел грома дефолтный, это уже радует, то есть нету этой бешеной задержки выстрела, но по урону все так же само, да, по урону все так же само. 100 урона мы наносим, сближаемся с оппонентом, 400 урона наносим, 400 урона с сближения, также у нас обновились поджоги и анимация взрыва танка, но с уроном у этого грома ничего абсолютно не поменялось. 180 урона я наношу практически через всю карту, пытаюсь сблизиться с оппонентом, чтобы цифры урона стали побольше. 1200, ну то есть это гром, на котором надо играть в упоре, то есть просто гром, на котором надо играть на маленькой, супер маленькой дистанции, прям супер маленькой дистанции. То есть если вы разрываете дистанцию с оппонентом, то все как раньше работает и ничего у вас в этом плане не меняется. Да, критов все так же нету, особо наноски урона нету, ну и как было это наковальня мусорным устройством до обновления, так оно мусорным устройством по сути и осталось. Да, на ближней дистанции что-то еще оно может покидать, что-то еще может показать более-менее, но все, что с разрывом дистанции, все выглядит максимально-максимально слабо и грустно. Да, максимально. Я, честно говоря, даже расстроен. Я даже расстроен, потому что, если честно, на бумаге там были такие фразы всякие интересные написаны, такие характеристики поменялись, как будто бы я уже даже поверил, что наковальня сможет теперь что-то показывать в рамках нашего матчмейкинга. Но на деле я вижу, что это устройство работает исключительно на супер маленькой дистанции, да, и все, что выше маленькой дистанции, этот гром не наносит урона от слова совсем и не может ничего абсолютно показать. Да, может быть на какой-то супер маленькой карте и будет хотя бы какой-то минимальный смысл реализации этого устройства, но если у нас карта вот такая, да, то боюсь, что шансов у вас на реализацию этого устройства будет крайне-крайне мало, да. Ну, сейчас еще будет овердрайв, попробуем под овердрайвом что-то сделать, посмотрим, сейчас что-то может быть под реализейшн, под коммуникейшн залетит у нас. Ух ты, 4 тысячи скрита, ух ты, ух ты, ух ты, критовик-то какой жесткий-то залетела имба по ходу устройства, а устройство-то по ходу имба лютая. 4 тысячи скрита залетело от стены, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, ребяточки, а что это лучшее устройство на гром прямо сейчас? Походу да, походу это лучшее устройство на гром прямо сейчас. Есть такое ощущение, что это лучшее устройство на гром прямо сейчас. Вот после такого моментика с реализацией овердрайва, правда у меня овердрайв 3 минуты будет копиться, но как будто бы это вообще ерунда, не? 3 минуты оверка, потом скрыто 2500 через всю карту, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, ребяточки. Не, ну это страшно, это страшно. У меня по очкам в бою даже самое большое количество набитых очей, а я говорю не имба, имба лютая, лютая имба. Да, делает денюжки устройство, делает бабки лютые это устройство. Вот это я понимаю, вот это движуха, вот это уже деньги, вот это уже баблицо, вот это уже, да, это уже совсем другая песенка, ребяточки. Совсем другая песня, совсем другой раскладик. 8,5 минут остаётся у нас до конца, у меня уже 8 киллов за этот период времени, я считаю, что это прям супер большое количество киллов для такого устройства. Так, ну и у нас в теории есть шанс даже 20 киллов может быть сделать? 20 киллов это практически как с имбовым устройством, да? Только поделённое на 2. Ну, есть, да, что-то есть такое, ребяточки. О, пачки, хороший урончик залетел. Криточка какого-то может быть, нет? Нет, крита нету, к сожалению, 7 с половиной практически минут у нас до конца боя остаётся. Ну, попробуем ещё как минимум 2 овердрайва реализовать. Как минимум 2 оверки у меня ещё будет. Под реализацию посмотрим, получится что-то сделать с этими овердрайвами или не получится. Будет ли какой-то контентик или не будет всё-таки этого контента. Вопрос хороший. Будет ли что-то у нас залетать? Не будет ничего залетать у нас. Может и будет. Может и будут какие-то денежки. Так, с осулендричкой я не понял, куда это летело. Это у меня летело. Это от нашего тиммейта летело. Не совсем я заметил, не совсем я понял, откуда был этот полётик. Так, ну и у меня 60% овердрайва. Довольно большое количество резистов уже от грома в бою появилось. 7 штук целых. Поэтому это, конечно, минус для лучшего устройства на гром. Но в любом случае... А, нет, овердрайв у нас очень медленно копится. Я хотел сказать, овердрайв сейчас накопится. И мы реализацию покажем. У меня пока овердрайв накопится, как будто бы... Уже бой будет заканчиваться. Так, оверка дроповая на центре падает. Попробовать побороться за неё надо. Борьбу. Борьбу за аудишку. Отлично. Аудик забираем. Так, ну и теперь как будто бы можно попробовать показать реализацию лучшего устройства. Угу. Понял. У меня быстро тоже здесь рез пятна. Что у меня вообще по резисту стоит? Страйкер, скорпион и шафт. Страйкер, скорпион, шафт. Ну, более-менее нормально ещё. Более-менее нормально. Поэтому будем пробовать сейчас реализовывать овердрайв. Будем пробовать реализацию ауди делать. Так, заезжаем через левый фланг. Вижу я супер большое количество противников под правой зонкой. Вжимаю. Делаю вжималову. Раскрутик. Хорошо. 200 урона тоже. Бабки. 400. Стены. Ну и трёх оппонентов под овердрайвом. Викинга грома я всё-таки сливаю. Да, то есть криты здесь, на этом устройстве, есть хорошие. Базара нет. Но, блин, насколько они редкие. Насколько редко ты можешь этими критами что-то сделать, это вообще ужас. То есть 13 килов у меня. 13 килов с, по сути, по сути, донатного устройства. Да. С донатного устройства. Ну, как ни крути, это считается донатное устройство. Ну и... Для донатного устройства, конечно, результат просто превосходный. Превосходный результат. Превосходный. Это прям, ну вот сразу, знаете, вот берёте наковальню и чувствуете, что вы на суперсильном устройстве играете. Что вы прям, ну вот, делаете деньги. 600 урона скрита. Вот это денежки. Вот это баблишка. То есть, ну как... Только вот с самой ближней дистанции у вас есть возможность хоть какого-то наноса урона. Ну и если вы ещё комбинируете сплэшик от стеночки, да, то есть со сплэша от стеночки тоже скрита может залететь с этой наковальни какой-то более-менее неплохой урон. При любых других раскладах вы, ну не сказать, что обречены на провал, но сделаете значительно-значительно меньше. Да, значительно меньше. 37% овердрайва. Надеюсь, что у меня ещё одна оверка будет. Дроповую я, походу, уже профукал. Наш тиммейт пытается, кстати, ворвать. Надо попробовать дать ему страховочки. Страховочки, страховочки, страховочки. Иван, страховка на месте. Иван, страховка в деле. Чуть-чуть на широкую. Уходим от шафта. Чуть-чуть аккуратненький уездик. Ага, хорошо, шикарно. И теперь надо только доставить. Всё, 1-0 есть, можно и поесть. А вы говорите, гром с наковальни не нагибает. Вот вам. И страховочку сделать можно с этим вооружением. Жёсткую на победку страховочку сделали. И победочку в карманчик оформили. Так что денюжки есть. Денюжки есть, ребяточки. Есть денюжки. Так, ладно. Пробуем делать какую-то накидку. Пробуем делать какую-то накидочку. Так, ещё по двум оппонентам. Ещё плюс по оппонентику. Оудина прожимала лову. Так, и меня опять сливают. 20 на 5. Ой, 20 на 5. 20 на 15. 20 на 15 счёт наш. 20 на 15. 450 очков уже есть. Ну и в целом, наверное, это неплохой результат. Неплохой результат в рамках такого боя. В принципе, это неплохо. Две с половиной минутки ещё есть. Ну и 21 килл. Ну как будто бы одно из лучших устройств на наковальне. Прямо сейчас, ребяточки. Обновлённое. Это устройство на наковальне. Уже показывает деньги. Показывает. Объездно жёсткий. Ну и по факту, наверное, лучшее устройство на гром прям сейчас. Наверное, лучшее. Наверное, уже лучшее, я думаю. Так, попробуем сейчас что-то сделать. Ну, чуть-чуть не повезло. Чуть-чуть не повезло. 400 урона всего лишь вылетело. Должно было быть 3000, вылетело 400. Ну, бывает такое. Ну, что поделаешь. А так-то устройство очень сильное. Так, ещё один овердрайв. Будет ли у меня за 2 минуты до конца? 20% у меня. Я даже не знаю, успевает он накопиться за такой период времени. Наверное, если я за этот период времени сделаю 0 киллов, то, наверное, не накопится. Вот если хотя бы парочку сделаю лучшего устройства, то, может быть, что-то и будет. Так, один есть. Нормально. Уже пощупал. Один киллочек пощупал. Ух ты! Дабл килл пощупал! Ой-ой-ой-ой-ой. Что, такой страшный урон-то залетел? Я даже, если честно, не ожидал. Не ожидал, что я дабл килл дам. Я аж даже сам немножко в шоке. Так, полторы минутки до конца. Противник нас не выпушивает. Это хорошо. 50% овердрайва у меня уже есть. Ещё 50% надо как-то сделать быстро. Будем пробовать сейчас сделать быстро эти 50% овердрайва. Так, там шафтела. Там ещё есть оппоненты. Ни по кому попасть только не могу. Отлично. 2000 урона с критом. Супер. Так, попробуем сплэшиком дать. 300 урона сплэшиком тоже урон. Так, и 1200 ещё с упорчика. 25 киллов. У меня по катке... У меня по катке самое большое количество киллов, ребятчики. Самое большое количество киллов у меня! У меня на наковальне, ребяточки! Самое большое количество киллов за бой. Вы верите в это? Я сам в это не верю. Я сам в это не верю. Я не верю в то, что наковальня это лютая имба, ребяточки. Всем советую брать это устройство. И прямо сейчас показывать лютый бизнес. 26 киллов. 26 киллов на бойне. Шутки, конечно, шутками. Но устройство реально стало получше работать. Стало получше работать. Только вот единственное... Надо привыкнуть к его реализации. То есть тебе надо играть именно от упора. И тогда под овердрайвом Викинга можно уже делать какие-то киллы. Да, оно стало 100% лучше. Да, с ним... Ну, как будто бы можно уже даже играть. Но всё равно в моменте чувствуется, что это... Это не вакуумка. Это не адаптивка. Это не те устройства, которые могут показывать лютейшую прибыль. Ну, по крайней мере, по ощущениям, всё это дело выглядит именно так. Дальше. Делайте выводы сами. Думайте сами. И пишите, что вы думаете по поводу новой обновлённой наковальни в нашей игре. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok